Отлично. Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки. В прошлый раз мы, какой сюрприз, вернулись к нашей книге «Урод от Шива». У нас был 12-й абзац 12-й главы, и мы остановились посредине. Если мы сегодня закончим, то на следующий раз у нас запланирована интересная статья Рава под названием «Страх» на тему «Зачем нам нужны эти наглые богоотступники?». Но на сегодня у нас не менее интересная тема. Давайте вспомним, о чем идет речь. Вашего позволения. Мы изучали, как работает идея. Высокая идея спускается сверху, сперва и начинается с самых низов. Мы сказали, зачем это нужно идее? Для того, чтобы она получила количество, которое, конечно, хуже, чем качество, но тоже нужно, так как мы не пропускаем ничего. А для того, чтобы получить и количество, и качество, нужно начать с количества. Во-вторых, мы сказали, что для того, чтобы идея распространилась, нам нужна мощь и сила жизни количества. То есть снизу. Это то, где мы более-менее остановились, если я правильно помню. Насколько я помню, это то, о чем мы говорили. Вот так, и раскрытие. Итак, где-то здесь мы остановились. Когда идея должна обрести материальное основание, обычно она спускается со своего уровня. На этом этапе она брошена на землю, и люди необузданные, распущенные, приходят и принижают ее святость. Однако вместе с тем умножаются ее подданные, а раскрытие физической мощи идет и возрастает. Так происходит. Пока не приходит пора, когда пробуждаются нежные сердцем, вооруженные силой справедливости Бога, и они восходят на вершину истока чистоты идей и углубляются в ее содержание, привнося в нее чистоту своих душ, свои возвышенные намерения и чистые мысли. Сейчас бы я хотел приостановиться на выражении «так происходит, пока не приходит пора». Это достаточно часто, по крайней мере, по-моему, встречается в Урале. Что это за выражение такое? По-моему, это выражение указывает на проведение. То есть, когда должно прийти время, и мне кажется, что это не совсем зависит от нас. То есть, когда какие-то процессы, они будут уже готовы, и Гюля вшала, они созреют, тогда, соответственно, приходит время для следующего этапа этого процесса. То есть, это частично, скажем так, в наших руках. Идея должна пройти первый этап, обосноваться физически, материально, распространиться, расшириться. После этого она начинает подниматься с грубого своего восприятия и воплощения на уже исправленное, более правильное и глубокое. После того, как она захватила, как бы уже в массах распространилась. И тогда приходит время, качество. И по мере этого, сама основная идея, которая из-за духовных страданий, из-за уколов, угрожающих ее шипов, оставалась изможденной, без сил, в смертном забвении, почти бездыханной, пробуждается она и начинает изливать на всех, кто приблизился к ней, к осу жизни, в сиянии глубины мощи. И тогда поднимаются со своим поднятием все, кто прилепился к ней. Обратите внимание, мы сейчас изменили вектор. До сих пор мы обсуждали, зачем нужно идее сперва работать снизу. Потому что это хорошо для идеи. Идеи нужно количество, идеи нужно мощь простого, людо и так далее. А сейчас мы мне вектором говорим, а на втором этапе уже идея облагораживает собой тех, кто к ней прилепился, даже если прилепление было не до конца чистым, правильным, даже если было грубым. Сейчас идея всех тех, кто как бы схватился за ее полу, она на втором этапе уже всех поднимает. Во-первых, безусловно, это общее направление. Во-вторых, если мы скажем, как мы сказали на первом уроке, что несмотря на то, что Раф описывает здесь общий принцип, частный случай, на котором у нас новый цитосионизм, то вывод у нас будет такой. то на втором этапе идея цитосионизма, она с собой берет, подбирает и поднимает тех самых вероотступников, которые продвигали эту идею в ее более телесным и грубом воплощении, тем не менее, продвигали. То есть, мы здесь постоянно смотрим на два воплощения. Одно, общая идея, которую Раф нам говорит, общность, а второе, что здесь есть намеки на то, что Раф основывается на частной идее нерелигиозного ситосионизма. И тогда поднимайтесь. Натан, я хочу спросить, имеются в виду рациональные группы какие-то, если мы говорим о ситосионизме, например, или конкретные люди? То есть, я знаю примеры и конкретных людей, которые, скажем, определяли себя как нерелигиозные сионисты, и это их постепенно, так сказать, эта идея меняла их как бы представление в сторону религии и так далее. Но или же все же идет речь о группах населения, с которыми происходит такой переворот? Хороший вопрос. мое ощущение, что радость говорит про группах людей и про процессы, которые уже не завершились. Или, может быть, частично. А по поводу личных людей конкретных, я рассказываю этот рассказ, что если вы меня разбудили, я обычно не любитель рассказывать рассказы, тем более, что я его уже рассказывал, такой рассказ, что мне так греет душу, что я его расскажу. рассказ он про отца Хаги Бен Арци. Это Хаги Бен Арци, он это брат Сара Натанияу. Брат Сара Натанияу. Сара Натанияу, жена Бенямина, которая глава нашего правительства. Уже рекордный срок. То есть это получается честь нашего главы правительства. Я думаю, это не просто так. Рассказ он такой. 19-летним юношей он бросил ешиву и религию и вместе с первопроходцами поднялся сюда в землю Израиля строить государство и селье. Несмотря на то, что Талмуд и религию он оставил, за Библию, за Танах, то рано винг-тувинг они держались очень прочно и хорошо это в семье изучали. Настолько хорошо, что еще будучи нерелигиозными и сам Хаги Бенарци и его сын и его многие братья и может быть дяди и так далее выигрывали в ежегодной викторине Танах, которая здесь проводится. В какой-то момент Хаги то, что называется на здешнем жаргоне хазарнулся, хазар-бичува вернулся к соблюдению заповедей. Он у нас пропал, мне кажется. Не хама, наверное, ты расскажи. или это у меня пропало? Нет, она там пропадала. После того, как он вернулся к возвращению заповедей, пропало. А сейчас? Сейчас слышим. Отлично. Сейчас нормально. Я вас все время слышал, просто мне было показано, что у меня слабый интернет. Хорошо. Значит, Хаги Бенарци вернулся к Чуве и, соответственно, он служил мостиком для отца и всей семьи. И его отец в 70 лет вернулся к Чуве. Мне это очень важно, потому что человек, который возвращается к Чуве в 20, это менее в моих глазах, по крайней мере, серьезно. Потому что человек, который еще жизнь не прожил, кровь у него бурлит, восстать против чего-нибудь, а резко поменять жизнь и веревоззрение это тот самый возраст. А 70, это когда ты уже прожил жизнь, серьезно, и менять как-то привычки это уже гораздо более сложнее и наоборот как-то делаешь, это вызывает, по крайней мере, в моих глазах гораздо больше уважения. А учитывая то, что в молодости ты это отбросил сам, это достаточно серьезно сказать, ребята, я всю жизнь жил неправильно, это серьезно. Знаете, почему его зовут Хаги? Потому что он родился 1 мая. Вау. Вау. Вот этого я не знал. Ну, мы же с ним знаем в Бетели. Ну, я же тоже в Бетели с ним. Где начал? А, да, вы с ним в Бетели тоже познакомились. Я у него учился на... И вот этот папа, кстати, тоже нам нас... Ну, Хаги рассказывал, этот папа нас очень сильно критиковал. Сейчас я объясню, что такое нас. Он говорил, смотрите, вот у вас в Бетели, вы так все классно учите Тору, у вас есть 13 кружков, Бетели это там где-то 7 тысяч семей, нет, 7 тысяч жителей, 8, там, 2 тысячи семей, что-то такое. У вас есть 13 кружков по изучению ежедневного Листаги Моры. Где у вас кружок по ежедневному изучению Тории, Пророков и Писаний? А когда отец умер, как бы упокоя его души, Хаги у нас сделал, соответственно, в Бетели кружок по изучению вот именно Пророков и Писаний. И мы первый год это был только Хаги, потом Хаги взял с собой еще двух или трех рабонимы, были ужасно интересные уроки и очень разные, каждый проводил по-своему, но это мы отреплись немножко. Но это, мне кажется, действительно вот Нехава меня немножко сподвинул на этот рассказ, этот рассказ действительно у меня в нем очень близок и действительно он может быть вот как как вот здесь в данном случае частное, оно параллельно общему, но я не уверен, что общее уже произошло, может быть нет, но Рам говорит, что вот как бы вот так это развивает, так это должно развиваться. Соответственно, теперь, мне кажется, возвращаясь к вопросу Нехаме, что радость имеет в виду группа людей, общественные движения больше и меньше каких-то частных конкретных людей. тогда с вашего позволения мы продолжим. И тогда поднимаются с ее поднятием все, кто прилепился к ней, также и те, кто прилепился к ней в дни ее духовной бедности, которые из-за злонамеренности и греховной распущенности свернули с головной дороги, проложены для стремления цели и идеи. Так же и они поднимаются с ней, возвращаются благодаря ей к чуве ясной и высокой, в орлином полете и с легкостью чудесной. Не сравнится с этим никакое раскрытие чувы, происходящее из пробуждений силы добра в какой-либо частной душе. Это уже очень сильное предложение, которое меня тоже немножко совсем не оставляет спокойным. То есть получается, что такая вот чува, которая проходит через общественное движение, она конечно потом она воплощается в каждом конкретном человеке, который принимает свое собственное личное решение сделать чуву. Она гораздо выше, чем какая-то личная чува, у которой основание оно полностью положительное. Я вот делал плохо, сейчас решил делать хорошо. То, что ты прилепился к правильной идее даже в ее низменном воплощении, примитивном воплощении, даже если ты не очень хорошо правильно себя вел и так далее, чувак, который ты будешь делать, который тебя подвигнет эта идея, которая высокая и правильная, она будет гораздо более ясная, высокая, чем просто так. И это мы можем взять, оторвать сейчас идею сионизма и приклеить к разным идеям, которые мы знаем, может быть, например, феминизм, какие-то еще идеи, которые мы на сегодня видим не окончательно как-то в низменной своей форме, не всегда хорошие, не всегда во всем правильное и так далее. Но, учитывая, что в общем идея верная, те, кто к ней прилепился даже в ее низменность и пока идея еще не очищена, тем не менее идеи несет за собой, как те, кто за ее полы схватился, и когда идея поднимается, она как бы поднимает и в кавычках поднимает собой всех. Вот это заключение Рава для меня немножко выводит меня из равновесия, что этот чувак Атан, а непонятно, как меня идея феминизма может поднять? Вот ты привел такой пример. Так не о тебе речь идет, а о феминизме, таких ярых, таких упрощенных, а потом, когда эта идея очищается и находится в правильный контекст и правильное воплощение, они вместе с ней продвигаются и перестают быть такими. Так я примитивно объясняю. Я очень согласен с объяснением Нахама, именно так. Именно так. Я хочу сказать такой механизм. Женщины имеют право из-за феминизма голосовать, иметь собственно деньги, лишний счет в банке, наследство, работать на многих специальностях. Все согласны, что это хорошо. Превращение это в войну мальчика с девочками, все согласны, что это плохо. Ну, по крайней мере, нормальные люди. Соответственно, это положительные части, это отрицательные части. Те, кто действительно на этого коня вскочил, конь в общем-то хороший, несмотря на те гадости, которые по дороге он это самое делает. Я абсолютно согласен с Нахамом. Да, конечно. Есть отрицательные стороны феминизма. Дело в том, что вот сейчас, допустим, достаточно сложно создать семью, потому что женщина думает не о том, чтобы создать семью, родить ребенка, воспитать его, а думает о том, чтобы сделать карьеру, найти мужчину, побогаче, чтобы он возил на Мерседесе и так далее, чтобы побольше отдохнуть. У нее много прав, то есть она думает, ребенок, ну зачем он нужен. Вот я недавно общался, ну как недавно, пару лет назад общался с еврейкой, и она такая уже под 30 лет, я говорю, тебе нужен ребенок, нужна семья. Она говорит, ну зачем, объясни мне. Говорит, за ты, ну чтобы он мне в старости стакан воды наливно подавал. И я попытался этой девушке объяснить, что обязательно нужно, нужна семья, нужны дети, и у меня это не получилось. Давайте я вам попробую объяснить, что не нужно. Давайте я вам попробую объяснить, что не нужно. Я сейчас объясню. Вы коснулись очень важной идеи. Значит, по поводу Мерседесов побогаче, это было, именно это было в прошлом гораздо больше выражено, потому что женщины не могли сами себя содержать. Сегодня встречаются уже и противоположные. Теперь, давайте разберем на основе всего того отрицательных вариантов, которые вы привели, что в этом есть положительное. Хорошо? Это видео разбирали, и это очень важная идея, поэтому с вашего позволения на ней задержусь. И это не обязательно вообще касается феминизма. Смотрите, лет, допустим, там 100, 200 или 300 назад, семья, это не был выбор осознанной двух людей. Свободных. Свободных людей, да. Это было и для мужчины, но в гораздо большей степени для женщины необходимость. Без семьи женщина не могла выразить себя прокормить. Дальше. Сделали семью или не сделали. Рождение детей это естественное следствие того, что мужчины и женщины живут вместе. Как это? Хочется, не хочется? Инстинкт есть, который детей хочет? Хорошо. Нету? Без инстинкта, значит, рожать. Дальше. кормить ребенка грудью. Нет выбора, нет вариантов. Родила, кормила. Соответственно, делать карьеру или не делать тоже выбора не стояло. Можно работать с ребенком на спине где-нибудь в огороде недалеко от дома. На сегодня мы имеем, что каждый из этих этапов, и можно еще продолжать, он перешел из разряда Эхрах, обязательность, ИЛУЦ, как это все сказать, да? Необходимость? Необходимость. И в разряд выбора. И это гораздо более высокий уровень. Это как бы допустим, что можно сравнить с воспитанием детей. Маленького ребенка, я крепко держу за руку и перевожу через дорогу. Если он один туда побежал, я его поймаю и еще отшлепаю. Потому что мне желательно живой ребенок с душевной травмой, чем нетравмированный, но мертвый. Но когда ребенок подрос, если я его буду продолжать таскать за руку через дорогу, это уже не то. Чего-то плохо либо с родителями, либо с ребенком. В какой-то момент этот ребенок начинает бунтовать. Это правильный нормальный этап взросления. Переход с уровня необходимости к уровню выбора это очень важный переход. И для меня он говорит, что Всевышний на нас как на общество полагается. Мы уже взрослый ребенок или уже молодые мужчина девушка и так далее, которые можно уже дать самому принимать свое решение, набивать свои собственные шишки и так далее. Маленького такого нельзя позволить. Как бы брак двух людей, которые в любой момент могут друг оставить. Вы извините, на 5 минут. ... гораздо больше другое. Видимо, что-то с интернета. Я вернулся? Да? Да, сейчас вернусь. Нет, заедает. Я вернулся это гораздо более высокий уровень духовной конфликции. Некогда да. Может быть, дети перестанут смотреть кино? Сейчас вернулся. Вернулся. А может, кто-то кино смотрит у вас? А знаете что? Может быть, что-то хорошо. Но я понял, что имеется в виду, что свободный выбор женщины делать ей карьеру и Мерседес или создавать семью. Что если она выберет создавать семью детей, то это будет намного более, ну, как сказать, ценно, чем если она это обязана делать и никуда ей не деться. Да, да, то же самое с ребенком. Ребенок, который идет, потому что так получилось, и ребенок, которого выбрали, потому что двое родителей решили, это гораздо более высокий уровень. теперь, на низком уровне, я с вами полностью согласен, это приносит с собой как-то неудобства и отрицательные вещи, очень серьезные. Но с другой стороны, это нас все как общество переносят на гораздо более высокий уровень. Обратите внимание на все. Очень много вещей из разряда необходимости переходит в разряд выбора. Да, то есть это вот такая, то есть я с вами с одной стороны согласен, с другой стороны, вот я попытался вам показать противоположную сторону модели, когда идея «чилд-фри», она реальна, то выбор, то уже иметь детей это выбор. Моральный. Окей. Значит, да, Андрей. По-моему, тут нужно нам определиться, да, в мире есть какое-то количество идей конечное, за которыми идут какие-то группы. Тут нужно определиться, либо они все спустились с духовного корня и рано или поздно они туда вернутся и поднимут людей, которые к ним примкнули, либо надо как-то разделить, что есть какие-то неправильные идеи, которые в принципе надо их уничтожить, потому что они не имеют духовного корня. Отличный вопрос. Насколько я понимаю, на основании всего того, что я учил, идей, которые нужно уничтожить совсем, нет. Все идеи несут с собой что-то ценное. Из каких-то идей это ценное выбрать проще, из каких-то сложнее, из каких-то нужно выбирать сначала, из каких-то в конце, порядок очень-очень важен. Именно единство Всевышнего, что он корень всего, и нет ничего, что не исходит от него, включая зло, она приносит, ведет с собой то, что из любой, я, может быть, себя немножко ограничу, почти любой, но давайте я продолжу, из любой идеи мы можем выцедить ее доброй, правильной, хороший корень, иногда это должно пройти через много сид, много работы и так далее, но общая идея, исходящая именно из единства Всевышнего, что он корень и основа всего, нет идеи абсолютно отрицательной, но это не значит, что нам нужно сейчас бросаться из любой идеи, искать ее добрый корень, это может быть нам не по силам, чем сложнее идея, чем сложнее этот корень найти, тем это больше работа для праведника, или это работа может быть для другого поколения, и так далее, несмотря на то, что теоретически, допустим, нет отрицательных идей, практически очень даже есть, с вашего позволения продолжим, просто наложить эту идею нацизма в текст Рава Кука, и получится вообще глупости, когда идея была в самом низу, к ней прилепились, и так далее, но просто нужно, мне кажется, здесь нам немножко определиться, что слово означает идея понимания Рава, нет? А давайте, давайте, я не уверен, что нацизм можно вот, как он есть, вот так вот приложить к тому источнику, который мы можем. Но, по поводу нацизма, давайте тоже это обсудим, то есть я, мне очень сложно обсуждать тему, допустим, катастрофы, но тему нацизма, которую рядышком, я могу более-менее обсудить. Давайте обсудим нацизм. Нацизм нам показал и потребовал от нас, что удовлетвориться примитивным восприятием и пониманием идеи избранного народа, но не мы. Оно от нас требует более высокого понимания идеи избранного народа. Не просто так, после нацизма любая идея об избранности воспринимается очень-очень подозрительно. Это требование от нас углубиться и очистить и поднять идею избранности, которая, допустим, могла восприниматься во время изгнания как мы избранные и на всех остальных нам наплевать. А нацизмы сказали мы избранные и всех остальных мы уничтожим. И там не всех будут работать. Это как пример. Но опять-таки смотрите, я сейчас что называется Шулев Миамотен я сейчас без подготовки стреляю из-за того, что мне приходит на ум. Я не уверен, что все обязательно хорошие, правильные умные мысли. Но вот как идея... Да, пожалуйста. Нацизм он же вообще набрал из разных этих самых... Ну, евреев взял идею того, что какая-то избранная раса, у римлян набрал символов и так далее, еще у кого-то еще что-то набрал. Все это миксонул, добавил психологию и вперед. Насколько я понимаю. Мы же обсуждаем, что полезного мы можем взять из нацизма. Был вопрос Андрея, а есть ли идеи принципиально отрицательные и плохие? Я сказал, что нету. И мне сразу начали бросать очень отвратительные идеи. Я как бы, сказать, я уже оказался в позе оправдывающих, защищающих Гитлера и так далее. Нацизм и все такое просто. Нужно думать, в чем, в гадких и уродливых идеях, какая рациональная хорошая божественная зерно. Ну вот, я могу предположение сделать. То есть, мы можем, давайте так, оставим отсюда в покое зло во всех моих проявлениях. Ду это самое, вот, дуальность, она с этим делом расправляется отлично и великолепно. Есть добрый бог, хороший, есть злой бог, плохой. Вот они и воюют. А у нас бог один, он источник зла тоже. Всего того самого настоящего зла, которое самое-самое отвратительно, уродливое и ужасно плохое. И от всевышнего выходит, и от этого не отвертется. То есть, можно там много-много-много говорить слов, в конце концов, как у нас написано в том же Танахе, который нужно учить, о котором про Хаги и Бенарцы говорили, его отца, написано, я Всевышний, который творит свет и делает тьму. делает мир и сотворяет зло. То есть, этот вопрос, он стоит очень-очень сильно, очень резко. И какой ответ? Ответ, что зло, в конце концов, оно нужно для добра. Зло тоже нужно. Но Рамхаль приходит и говорит, это все очень хорошо. Но нужно разделять, как мы всегда любим, на два этажа. Принципиальное признание того, что нужно, не должно мне мешать здесь, сейчас, сегодня, в этом мире со злом воевать. Но мы, мне кажется, немножко отклонились. Уже слишком. Давайте, Кирилл, вы хотели дать предложение, что можно предположение, что можно из этого плохого взять на вооружение, чтобы делать что-то хорошее. Но, как известно, вот этот вдохновитель идейный, он был психологом. И он людей обрабатывал с помощью психологии, чтобы они делали что-то плохое. Вот можно взять психологию и немножечко влиять на людей, чтобы они делали что-то хорошее. не нравится мне это. Потому что это мне звучит как манипуляция. Как манипуляция. То есть это все равно плохо? Не, я не против психологии, как науки, когда нужно это самое, но вот аккуратненько надо с этим. Ну, например, евреи, которые не соблюдают заповеди, допустим, но убедить его, но это же тоже психология, допустим, приведение примеров. Имеется в виду не психология, это обман. Это же морозки. Вот можно и нужно убеждать, если у тебя есть как, а вот манипулировать и там нажимать на всякие там мазор совести или еще чего-нибудь, это вот есть тут тонкая такая грань. Вот да, тут не нарушить ее, не стать негодяем, который хотел сделать... Даже если ты даже за добро топишь, как бы говорится, все равно нельзя обманывать. А манипуляция это всегда некоторая обманка. И все эти популяри... Очень многие популяризаторы иудаизма, к сожалению моему большому, они этим занимаются. Вот недавно я с другом разговаривала, он преподает в Ульпат-Гиор, и он говорит, слушайте только меня, я вам скажу всю правду, я скажу, вам будут говорить это и будут говорить это, это все неправда, потому что есть две стороны, есть сложности, есть различные точки зрения, всегда тебе представляют картину простую, вы делай один, два, три, четыре, и все будет хорошо. И это, в таком смысле, это манипуляция, это неправильно, человек в какой-то момент увидит, что его обманывали, и бросит все первый манипулятор Гилель, которым человек хотел всего-навсего одежду, как у Коэна первосвященника, и в итоге тот ему начал манипулировать, говорит, хорошо, он сделал ему Георг, говорят комментаторы, что он сделал ему потом, Георг, он дал ему учиться самому, он всем вам говорил, иди учись, это он поставил, он ничем не манипулировал, ты хочешь идти в этом направлении, иди, но прежде всего учись, когда человек стал учиться, он понял, что этому подходит, то есть, если он понял, что ему не подходит быть первосвященником, там совершенно не манипуляция, как раз. Чуть-чуть обманул, чтобы сделать хорошо человеку. Он не обманывал совсем. Ну, не то, не обманул, но как-то так, как сказать. Нет, нет, он все совершит честность. Не хама, но опять же, все мудрецы говорят, что был белый обман, в кавычках был белый обман. Марха говорит, он увидел просто, что через много-много лет он будет хорошим евреем. Только поэтому Гилель это сделал. Но на самом деле, фактически, со стороны, это был обман. Но это по одному из комментариев. Как я это читаю, там ничего такого нет. Гилель, и по большинству комментариев, он всем, этим троим людям говорил, идите учитесь сначала, а потом делал Гилль. И все они трои, в конечном итоге они выучились и приняли на себя то, что они учили. Не то, что он давал им какие-то неверные сведения. Ну, это, мне так кажется, это мы уже далеко уже. Извини, Дима. Слушайте, а можно привести пример из того, что хороший человек может взять у плохого и применять на добро? Вот тут такая интересная идея, что можно учиться у вора. Например, вор ворует тихо, чтобы никто не знал, значит, никому об этом не рассказывает. В общем-то, и благотворительность надо так же делать, так что потихоньку, чтобы никто не знал, что ты делаешь что-то доброе, и об этом молчать надо. Ребята, вы не забывайте, что мы на Фейсбуке идем в онлайне и потеряли нашего лектора, куда-то потеряли. О, лектор, ура! Он вернулся. Заполнили мы эту самую пустоту. Окей, значит, и тем не менее, я, несмотря на очень активное сопротивление, я хочу закончить сегодня наш текст. интернет сопротивляется, вопрос хороший задают. Давайте закончим текст. И не сравнится с этим никакое раскрытие от шувы, происходящее из пробуждения следы добра в какой-либо частной душе. Это видение придет и не заметит прийти. Свет Бога, окутанный туманами, сокрытый в точке основания Сиона, явится. Это, конечно, намеки на то, что частная идея, на котором строится наш все, это именно возвращение сионизма. Поднимется из долины плача свечилище царя, город-царство и всех его ответвлений. И вместе с ним взойдут все, кто держался за полу его плаща, это как раз я не просто так этим пользовался, сейчас вижу, написано, ближние и дальние к истинному возрождению и вечному избавлению. То есть, те, кто занимались сионизмом, в данном случае, опять-таки, не нужно только на сионизме зацикливаться, это общая идея. Те, кто занимались сионизмом, в общем, они так важны из каких побуждений, религиозных или светских, идея сионизма их забирает с собой. Итак, у нас есть двустороннее, как мне важно подчеркнуть, влияние. Идея влияет на людей, люди влияют на идею. Поэтому начинаем снизу, это дает идея мощь, силу и количество. После этого идея влияет на людей, поднимая силу и количество наверх. так вот мне кажется, что об этом речи. Походу мы, несмотря на включение интернета, обсудили пару очень важных принципиальных вопросов, так что я доволен. И теперь, конечно, я возвращаю вам обратно микрофон на вопросы, предложения и обсуждения. В следующий раз с Божьей помощью мы учим опять про этих наглецов, вероотступников. Основная критика, то есть, даже не критика, но так вот, там будет про именно народа Израиля в данном случае, но очень интересно. Ну, это я делаю уже себе промо на следующий раз. Да, пожалуйста, у кого есть какие-то замечания или предложения, дополнения, вопрос подшувежа обсуждался, то есть, покаяние по-русски. Ну, основное. Это что? Покаяние. Покаяние. Покаяние, да, да. Это вот это основная тема же, да, была? Это тема книги. Книга называется Урод от шува. Свята Торы. Свята от шува. И что я перевожу потому что в переводе это сразу приобретает немножко не те коннотации, которые мне нужны. Я вот хотел спросить насчет шувы. Если человек делает шуву и значит кто-то, ну, там, не знаю, кто, допустим, не будем говорить, старается заставить этого человека опять, значит, решить. Этот человек падает в грех, потом опять совершает шуву уже более, как сказать, не такое глобально и опять начинает жить правильно, то есть это как нормальная ситуация в принципе для человека, который совершил шуву такую, но довольно-таки глобальную после серьезных согрешений или это все-таки такое больше частное? абсолютно нормальная ситуация и это как это сказать нет нигде разрешения грешить, но посмотрите там куча уроков и у нас бритулами везде как-то я сейчас богохульство скажу небольшое, поэтому этим самым духовно нежным закрыть уши даже у Бога ничего не получается с первого раза посмотрите как книга Бытия Берешит написана там человек Бог сказал ему это дело и человек не сделал он сказал землю земля тоже стала по-своему все делать все что там Бог сказал все было сделано либо совсем не так либо немножко не так все процессы которые у нас идут по истории и в личной жизни это сперва несколько распады потом из этого учим что ага значит уже невозможно а потом оказывается что на всех этих в конце концов моя окончательная ну от слыха успех успех он работает это я где-то по-моему в книге по экономике видел люди думают что успех выглядит так мы здесь точка а начало стрелочка успех а на самом деле успех выглядит так начало неудача 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 успех через неудачу поднимаемся к успеху так что это абсолютно нормальная ситуация понятно что когда делают шву я имею ввиду серьезно я не играю в игрушки я не имею ввиду что я завтра упаду но когда мы смотрим назад то что я упал там и упал здесь абсолютно нормально ну вот я с таким столкнулся просто я сделал шву такое довольно-таки серьезно и потом буквально столкнулся с тем что вы меня пытали заставить согрешить и даже настолько что где-то выше моей силы было что не справиться было и потом я опять совершал шву и опять начинал жить как нормальный человек и вот в такой борьбе довольно-таки много времени прошло поэтому спросил у австанса по-моему была как бы такая идея что важно как бы важно что делаешь с чего я начинаю и не брать на себя больше чем я могу потащить взял немножко идем с этим освоились можем зайти шучу то есть сперва ты берешь на себя то что называется ты принимаешь иго ты говоришь я вот здесь принципиально а потом уже практически вот это я могу теперь вот это могу а теперь вот это могу да я понимаю что если я еще грешу и вот это вот практически я могу и должен делать вот я сейчас могу вот это беру это рассчитываю свои силы сколько я могу как и так далее да Дима я по тексту хотел спросить вы основной светоч у нас Рава Кука а скажите это нормальная для него фразеология орлиный полет роса сияет окутанный туманом или это изредка бывает то есть он всегда так пишет в таком стиле нормально 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 я вам скажу такой стиль это очень часто говорит что Рав приводит какие-то источники он делает созвучно с чем-то в другом месте но вот здесь к сожалению то есть я чувствую что может быть что-то из писания с Танахом с чем-то созвучно еще с чем-то может быть с каким-то там книгами более там Кабала и так далее обычно такое вот это показывает что Рав приводит что-то что должно тебе звучать то-то может быть на сайте от фембе конфейны шарим там то что все еще раз что на хама на сайте от фембе конфейны шарим что я вас нес на орлиных крыльях да-да-да давайте сейчас здесь есть у меня иврит нет нету здесь иврита это орлиный полет как бы у идеи самой но она сейчас я посмотрю ну то есть это явно ассоциация которая не просто когда Бог говорит что я вас нес на орлиных крыльях тут эти орлиные крылья это как бы швы плач святилище царя это явно ассоциации с мидрашами по крайней мере это явно ассоциации когда ты идею основную ты понял а для тех кто продвинутый и уже знает он может как бы да он пользуется контекстом конечно для тех кто знает этот контекст то есть давайте вернемся не зная контекст можно учить Рабу Кука и ты 80% того что написано хорошо и правильно поймешь знаю контекст просто десерт будет еще ну это как бы не просто десерт я думаю это некоторое глубокое такое ощущение но раз пишет тем не менее так что если ты не знаешь и поймешь основную идею да например отличный вопрос отличный вопрос вообще вопросы дополнения были очень хорошие большое спасибо я опять я извиняюсь за серьезное опоздание сегодня мне как всегда было очень можно сказать не хама а что бросил на землю бросил да вот тут сказано что она хватает на землю идея в начале это было но это как когда он правда бросил на землю например она правда должна вырасти земли это все идут намеки на то что как бы да именно к сожалению пришло время прощаться мы встретимся всем вам тоже большое спасибо спасибо один маленький вопрос да вот у меня 20 минут назад прозвенел будильник что в Питере евреи в синагогах читали Минху и Мариф а мне надо было читать Минху и Орвид и как-то я забыл спросить что а можно позже прочитать еще чем они если был заход уже то Минху там несколько минут еще после захода можно да до утра вправе что давайте это самое давайте стоп стоп давайте сделаем так к уроку отношения не имеет вы сможете переписываться через телеграм в чате или где-то НХАМ вам поможет хорошо не ну как бы тогда давайте прощаться всем до свидания всего на лучше вам спасибо до свидания